Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. У меня за спиной, вы видите, трубы. Это подготовленные места для новых кустов винограда. И сегодня мы поговорим с вами именно об этих, скажем так, сооружениях. Что это такое? Это подкормочные узлы. Как их делать? Это предмет отдельного видео. Под этим роликом, нажав кнопку еще, я вам обязательно оставлю ссылку. Но сегодня мы будем говорить о назначении вот этих штук. Много существует различных мнений, надо, не надо. Кто-то считает, что это чье-то повторение, кто-то считает, что это вообще глупо и бесполезно. Но вот мы разберемся, я вам поясню, почему мы решили это делать. Для чего эта самая штука служит? Для поливки и подкормки. Надо ли поливать виноград? Конечно, если у вас тяжелая почва, если у вас всегда нормальной слаженностью, то поливать можно только иногда молодое растение, пока оно войдет в силу. Дальше сильно можно этим не заморачиваться. Если почвы легкие, почвы песчаные, то поливать иногда есть необходимость. И, конечно, подкормки тоже. Если почвы хорошие, жирные, плодородные, можно ничего не делать. Если же почвы пустые, например, у нас 20-25 см, это еще какой-то плодородный слой, дальше это песчано-гравийная смесь, стройматериал, грубо говоря. Все, там больше ничего нет. Соответственно, да, можно ничего не делать. Тогда и результат будет такой же приблизительный. Но если мы хотим вот эти вот огромные красивые грозди, огромные красивые ягоды, как мы видим на картинках, как мы видим в роликах, то надо все-таки немножко приложить усилий и растению помочь. Значит, как мы можем подкармливать? Опять же, чем кормить минералка, либо органика, я поговорю в каком-нибудь другом видео. Ну, у нас есть вариант, например, вешать капельную ленту к нижней проволоке, капельный полив, тогда понятно, что такие трубы нам нет необходимости. Если вы выбрали, например, такой путь, там, какого-то минерального кормления, например, и вот этих сооружений, ну, это одно. Если мы выбираем, например, кормить той же органикой, как это делаю я, то мне проще эту органику залить туда внутрь, прямо к корням, потому что, смотрите, вот у меня все растет в травке. Почему именно так? Как обещала, расскажу в другом видео, но если очень коротко, потому что мне хочется красиво и удобно. Так вот, если мы вот такие кусты будем поливать сверху раствором каким-то, да, тем же настойным перегноем навозом, сколько мне надо воды пролить, во-первых, чтобы оно дошло до корней. Если я пролью воду мало, все это остается на поверхности, кого я кормлю, я кормлю траву. Либо я побуждаю свой виноград, чтобы корни его, ну, внешне глупые, они идут туда, где есть вкусно. Соответственно, если я поливаю сверху, чуть-чуть пролила, и корни будут тоже идти кверху, что не совсем хорошо. Сильно глубоко в наших условиях не надо, ну, и сильно на поверхностей тоже не очень. Третий момент. Если я сюда поливаю раствор навоза, ну, понимаем, да, это дача, ну, во-первых, много соседей, да, во-вторых, мне самой здесь хочется, что, отдыхать, там, пить чаек, загорать, читать книжечку. А если я вот так вот полила, у меня это сверху лежит, ну, запах специфический, да, не совсем красиво, не совсем эстетично, не совсем приятно. И вот она, эта самая труба, куда я раствор питательный залила, немножко водичкой пролила, оно поступило прямо к корням, там, выглубнеем, хорошо, они покушали, все рады и счастливы. Для меня это быстро, удобно, мне не надо стоять со шлангом, думать, как это все пролить, разбрызгивать во все стороны, мы понимаем, что, да, например, вот здесь у нас, где-нибудь вот здесь уже, на этой проволочке, на следующей будут висеть ягодки, я буду брызгать шлангом, и все это во все стороны будет лететь, в том числе и на ягоды, да, не совсем эстетично. Это неудобно, а так я шланг в трубу воткнула, он там 5-10 минут побыл, перенесла в следующую трубу, быстро, просто, удобно, красиво. Еще есть такой аргумент у противников, вот этих самых систем, когда они говорят, что вот это же на зиму промерзает, корни промерзают, все плохо. Ну, согласитесь, что нет никакой сложности на зиму вот эти штуки закрыть. Чем угодно. Там, пакетом, каким-нибудь целлофановым, газетой, ну, чем-то таким, ну, газета будет размокать. Пакетом проще всего, и справиться с этим может даже двух-трехлетний ребенок. Это абсолютно несложно. А так как мы наши виноградники накрываем все на зиму, ну, мы укрываем их в том числе, то есть укрытие ложится и на эту трубу. Все, ничего никогда не вымерзало, ничего никогда не промерзало, никаких негативных влияний от этого нету. Ну, а плюсы, плюсы я вам сказала. Это удобно, удобно в плане полива, потому что мы увлажняем почву именно там, где она должна быть увлажнена, а не сверху, потому что для того, чтобы нормально полить тот же виноградник, да, воды надо много. Понятно, что вода у нас вроде как бесплатная на дачах, но тем не менее, все равно надо ко всему относиться экологично и экономично. Ну, во всяком случае, я так считаю. То есть воды уходит несколько меньше, это удобнее и в плане полива, в плане удобрения подкормок. Это эстетично и красиво. Именно поэтому мы и делаем вот эти самые подкормочные узлы.